Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев российской провинции. Это не только старейшая и престижная выставочная площадка в Самарской области, но и место проведения разнообразных творческих занятий, мастер-классов и лекций. Едва затихли разговоры о выставке Поленова, как музей пригласил самарцев и гостей города на новый вернисаж. Кому удалось передать посредством искусства формулу чугуна? Какова роль коллекционеров и меценатов в развитии музейного дела? Чем собирается радовать и удивлять своих поклонников любимый музей в летний сезон? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И моя собеседница – директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. Алла Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами сто лет уже знакомы, поэтому давайте Алла. Большой радости. Новая выставка называется «Формула чугуна». Что за идея вложена в это название и чья эта идея? Вы знаете, я считаю, что одно из важных направлений работы музея – это сотрудничество с меценатами, дарителями, собирателями. И вот совсем недавно мы открыли совершенно потрясающую выставку. Это литье, это чугун. И собирает его наш земляк Максим Николаевич Майоров. Собственно говоря, узнав об этой коллекции, несколько лет мы готовили этот проект. Надо сказать, что родина чугуна – это Екатеринбург. И поэтому нас консультировала, была куратором этой выставки Ксения Александровна Гилева. Это специалист номер один в области литья, поскольку еще ее прапрадед стоял у основания литейного дела. И, конечно, для меня это очень важно и радостно. На открытии не был Никита Николаевича Корытина, моего друга большого, директора Екатеринбургского художественного музея. Но совсем скоро мы готовим к печати каталог этой выставки, каталог всего собрания даже. И, конечно, я буду встречать дорогого гостя в залах выставки Максима Николаевича Майорова. И надеюсь, что именно там мы подпишем договор о сотрудничестве. О, замечательные перспективы. А когда вы сами увидели вот коллекцию Майорова, помните вашу реакцию, ваше впечатление? Да, я действительно была очень удивлена. И знакомство произошло неожиданно. У нас общие знакомые в банковском деле рассказали, что вот человек такой увлеченный. Он действительно собирает вещи, покупая их когда-то на аукционах. Сейчас это, конечно, сложнее. Это дореволюционные кастлия, например. И вот то, что я увидела, меня просто потрясло. Но просто так показывать предметы, скульптуры небольшие или больших форм, без определенной застройки, это было бы очень нетактично. И поэтому, попав в залы на выставку коллекции Максима Николаевича, вы еще увидите высококлассную профессиональную застройку зала лектории, где выстроен свет. И как раз Ксения Александровна сказала, что впервые чугун показывается на голубом фоне. Вот вижу, вы в голубом, мы сегодня Есенина с вами читали все это. Вот у нас застройка очень красивая, она сама по себе даже произведение искусства. То есть вот роль куратора выставки Ксении Егилевой как раз в этом, подготовить экспонаты к правильной подаче. Подготовить к подаче. Это помощь в коллекционировании. И опять же, ее имя уже говорит о самом качестве этого проекта. Надо сказать, что мы показываем только треть его коллекции, Максим Николаевич. Триста... Триста... Пятьдесят работ. Работы. Но мы все их не показываем, показываем только 130 предметов. И я, пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить нашего главного героя, коллекционера, поскольку он не только показывает свои предметы, он еще и передает в дар нашему художественному музею часть своей коллекции. Ну, дарение — это всегда очень важно и трогательно. Мы на этой теме немножко зафиксируемся чуть позже. Давайте немножко про название поговорим. Вот какая философия в этом названии, формула чугуна? Здесь же понятно не про химию, происходящую в металле в момент литья, а о чем-то другом, о какой-то другой химии. Может быть, о химии воздействия. Вы увидите вот эти серьезные такие материалы, которые превращаются в тонкое кружево на ваших глазах. Это действительно потрясающе, потому что и разные направления коллекции выбраны. И поэтому здесь формула такая, которая нам позволяет узнать больше об этом направлении в искусстве. Вот в Самарском областном художественном музее до этого не было представлено косли. Косли, правильно я хочу, пользуясь случаем, сказать, потому что мы часто говорим косли. 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 Не было представлено в коллекции нашего музея. И вот теперь эта формула, она теперь относится и к нашему собранию, потому что в залах с постоянной экспозицией появляются такие стенды, стеллажи, где выставлены работы, которые нам, собственно говоря, дарят. Мои коллеги побывали на открытии выставки формы у чугуна. И я предлагаю нашим зрителям посмотреть, как это было, послушать главных участников этого события и своими глазами увидеть эти необыкновенные скульптуры. Максим Майоров – коллекционер из Самары. Собирает изделия из чугуна уже на протяжении семи лет. Рассказывает, самая первая вещь, которая к нему попала от знакомого – скульптура крестьянки с граблями на лошади. Тогда Максим про чугуное литье ничего не знал, но увидев скульптуру, заинтересовался и стал изучать это направление в искусстве. За годы коллекционирования Максим собрал более 300 экспонатов и решил представить их в Самарском областном художественном музее на выставке «Формула чугуна». Я удивился, насколько чугунные вещи, которые в нашем понимании работают только как промышленные объекты какие-то, они могут быть реализованы именно в этой чугунной художественной пластике. То есть настолько уникальные работы и качество их воспроизведения, что они мне в душу запали. На выставке представлены экспонаты второй половины 19-го – начала 20-го века. Это работы крупнейших уральских предприятий – Кослинского и Кусинского чугуноплавильных и железоделательных заводов. Так как в Самаре нет специалистов по такому направлению, Максим обратился к коллегам из Екатеринбурга. Коллекция Екатеринбургского музея – это из самых крупных в России. И у нас большой опыт ее исследования и большой опыт экспонирования этих предметов. То логично было обратиться именно ко мне. Важно отметить, что в Самарском областном художественном музее не было собственной коллекции литья. Но через месяц Максим Майоров передаст в дар некоторые работы из своей коллекции. Это очень радостно, потому что это вселяет надежду на завтрашний день музея, когда есть попечители, дарители. То эта история продолжается, и такая она и должна быть. Я думаю, что и для гостей города, и для нас самих это новое такое открытие. Выставку «Формулы чугуна» можно посетить до конца сентября. Алла, вот в сюжете прозвучала мысль, что через месяц Максим Майоров передаст в дар некоторые работы из своей коллекции. Вы уже об этом тоже сказали. Насколько это важно для Самарского художественного музея? Конечно, важно. Самое главное, что в музее. В музее самое главное – фонды. И мы, конечно, понимаем, что замечательно, что музей ходят, музей любят. Но самое главное – это те произведения, которые являются сокровищами нашего музея. Мы с вами не так давно закрыли выставку Василия Дмитриевича Поленова. Вспомним, какой это был грандиозный проект, когда 12 художественных музеев нам отдавали свои вещи с постоянной экспозицией, шедевры с постоянной экспозицией. Но эту выставку мы делали почему? Потому что у нас есть четыре произведения, которые входят в Золотой фонд русской живописи, произведения Василия Дмитриевича Поленова, которые когда-то были у купцов наших Шахабаловых Павла Ивановича и Веры Лаврентьевны. А в 2018 году эта коллекция русского искусства была передана в наш художественный музей. И поэтому что такое сотрудничество современное, на таком, скажем, по диагонали такой серьезный, когда мы на одном проводе директора Иркутского художественного музея, на другом – Екатеринбург, тут же Ульяновск, Владивосток. Это новая форма отношений. То есть мы сами, музейщики, создаем такой очень интересный и очень качественный продукт, потому что мы знаем, где какие шедевры находятся, и как бы здорово было бы их показать. Вот из Иркутского художественного музея я часто об этом говорила, и сейчас, пользуясь случаем, скажу, приехало произведение «Кто без греха, Христос и грешница», которое попало в Иркутский художественный музей в 1928 году и никогда не покидало стены родного музея. И впервые? Впервые. В наш музей? Она была написана специально для передвижных выставок Василия Дмитриевича Поленова. Для этого создал это произведение, и впервые в течение восьми дней оно передвигалось по всей России, чтобы наш благодарный самарский зритель увидел эту красоту в залах нашего музея. Но основой выставки послужили как раз четыре картины, которые были... Для нас всегда основа любого дела – это наша коллекция. Конечно, здесь были потрясающие шедевры из Третьяковской галереи, из Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Екатеринбург, эскиз, там, этюд Христа, просто классная вещь была. Но мы, конечно, стараемся отталкиваться от того, что мы имеем. И вот сейчас тоже открою вам небольшую такую тайну. Сейчас будут делать выставку Поленова «Владивосток». И вот сейчас мы обговариваем, сколько вещей из нашего собрания. Наши поедут туда. Поедут туда. Но обязательно в «Владивостоке» будут говорить о том, мои коллеги, что родоначальниками вот этой вот такой истории областного уровня, но получилось, что уровня федерального, являлся, конечно, наш художественный музей. Именно 180 лет великого русского художника, педагога, наставника, композитора, архитектора Василия Ильича Поленова мы встретили в залах нашего музея 1 июня. Это блестящее, что имя Самарского художественного музея вот так вот звучит и еще ярче зазвучит. Так получается, возможно, вот с этого момента выставки Максима Майорова и его дарения, его части, его работы, музею, какая-то откроется новая страница в работе нашего музея? Знаете, какая-то, эта страница не закрывалась. Начнем с Константина Павловича. Я имею в виду про литье, я имею в виду про новую коллекцию. А, про литье абсолютно точно, новая коллекция абсолютно точно. И вы на базе уже того, что будет у вас, сможете создавать новые вернисажи. Ну, конечно, это вполне себе может быть. Но история нашего музея изначально, как и история многих крупных музеев, связана с именами меценатов, дарителей. Вот основал Константин Павлович Головкин. Да. Человек такой, идеалист, который сначала преподнес в дар свои работы публичного музея, открыв тем самым отделение художественное, а затем уже обратился к губернатору Арапову, и были разосланы письма всем художникам-современникам, и многие свои работы передали сами художники. То есть не только меценаты, не только коллекционеры, но и художники могут быть теми самыми дарителями. И вот работы, например, Нестера, Столиц. Это все вот были присланы к нам по письму, который затеял Константин Павлович Головкин. Вот про прошлое вообще когда-то Россия была сильна своими Морозовыми, Мамонтами, Мамонтовыми, Третьяковыми. И в конце 20-го, начале 21-го века тоже возникали люди, которые оказывали помощи музеям и театрам. Но, как правило, это было очень шумно. И казалось порой, да в большинстве случаев, что в большей степени не искусство они хотели поддержать, а себя как-то продвинуть, да? Хотя, как мне кажется, вот истинное такое меценатство, оно не шумно, оно скромно. Может быть, сегодня именно поэтому мы не слышим, в общем-то, так вот массово об этих людях. Они вообще есть сегодня среди нас такие люди, дарители, меценаты в Самаре. И вот их роль какова? Конечно, даже если мы говорим о той выставке, которая прошла Василия Дмитриевича Поленова, это огромная финансовая поддержка. И без тех дарителей, как вы говорите, не только дарителей экспонатов, но и дарителей своей поддержки, эта выставка, конечно, не состоялась бы без такой поддержки. И я сердечно благодарю всех, кто откликнулся, помочь нашему музею создать столь серьезный масштабный проект. Да, это, конечно, так. Плюс, действительно, есть те люди, которые собирают коллекции, дарят музею. И Максим Николаевич, он не единственный, раз мы сегодня о нем уже ведем речь. И я уверена, что у нашего музея большое будущее. Я даже не сомневаюсь. Уж в этом я точно не сомневаюсь, Алла. Мы, не так много музеев располагается на двух берегах Великой Русской реки. И совсем скоро... Кстати, кстати, про берега. Вот лето, да, за Волга, Ширяева, Репин. Это вот такая уже классика просто, да, для самарцев. И, наверное, уже и за пределами Самары об этом знают. Расскажите в этом году, как мы празднуем юбилей Репина. Вообще, я считаю, что Репин – это наш художник. Да. На него могут все претендовать, но я считаю, что Илья Ефимович Репин – это наш художник. И в конце своей жизни он написал книгу «Далекое, близкое», где целая глава так и называется Ширяева. Когда они молодые, такие яркие, талантливые приехали. Они же шли по Волге в поисках бурлаков, но остановились они у нас, потому что, наверное, были пленены вот этой красотой необыкновенной. И 5 августа Илья Ефимович там когда-то отпраздновал свой день рождения. И с тех пор, вот, как у нас появился музей, спасибо, Анна Теяковлевне Бастон, это директор уникальный. Да, помним ее. Надо ее всегда помнить и говорить о ней. Как раз она провела огромную работу для того, чтобы у нас был этот домик, и чтобы создался такой фестиваль. Репин навсегда, и каждый 5 августа мы отправляемся на корабле для того, чтобы и художники, и музыканты встретились. Но этот год у нас будет необычный. В чем необычность? Ну, во-первых, мы будем праздновать день рождения не пятого, а четвертого Ширяева, а пятого здесь. Дело в том, что мы не могли обойтись без вот серьезной составляющей, научной составляющей этой радостной такой даты, поскольку к нам 180 лет, Илья Ефим Черепину, приедут коллеги, и приедут коллеги в моей, со всей России, даже я... Из зарубежья? Жду, да. Откуда? В Белоруссию, Казахстан. Надеюсь, что у нас будет такой очень широкий этот проект. И многие же, вы знаете, когда мы отмечали 125 лет нашей коллекции, уже прошло достаточно времени, и тогда как раз это, знаете, было после пандемии. И я помню, насколько вот откликнулись все директора, и приехали, и мы отправились в Ширяево, и они говорят, господи, как же здесь хорошо, как замечательно. Совсем понятно, почему Репин именно здесь своих бурлаков искал. Мне сказала, 180 лет Репину, я надеюсь, что мы обязательно встретимся, вспомним нашу дружбу, уже новые проекты, новые проекты амбициозные, громкие. И если позволите, даже вот я скажу, что с тех пор уже прошла выставка в Владивостоке. Это была выставка Шишкин, и была выставка Репин. Это прекрасная выставка, идет сейчас в Серпухово, когда мы отдали своим коллегам Маковских наших, это выставка Маковские. И наш король Альберт, замечательный кисть Илья Ефима Черепина, сейчас красуется в Новом Иерусалиме, в Москве. Я просто говорю о том, что это очень интересно, открывать шедевры из других городов, из других регионов, чтобы, собравшись вместе, вот как на выставке Поленова, я иду и рассказываю, когда вела экскурсию, поездка Поленова на Святую Землю, 1981-1982 год. И этюды написаны с натуры Васильевны Ильичем Поленовым. И мы видим работу из Владивостока, рядом с ней работа из Ульяновска, дальше работа из Поленова. Ну это очень трепетно, да. Они бы никогда не встретились, вы понимаете, это прям до слез. Удивительно, конечно. И за каждой вот этой работой доверие к нашему коллективу. И вот в Ширяево все ваши коллеги встречаются этим августом, 4-го числа, это будет научная конференция, да? 4-го и 5-го, будет два дня научная конференция, но именно 4-го, всех, кто меня слышит, я приглашаю составить нам компанию, потому что вновь будет звучать наш Болский хор. Он, мне кажется, только там может звучать так хор, там такая акустика, там такая акустика города. Обязательно будет театральная постановка, связанная как раз с книгой «Далекое и близкое», как в Репин приехал Ширяево, и это очень всегда зрелищно, театр «Самарская площадь». У нас постоянно там мастер-классы, встречи, ну, даже если вы увидите на прогнозе капли дождя, обещаю вам, что их не будет. Обычно так и бывает, да? Да, обычно. Надо не бояться, надо вслед за Репиным, за нами. Можно взять зонтик на всякий случай, но действительно, погода, как правило, бывает блестящая в этот день. Любой желающий может присоединиться, приехать и наслаждаться. Конечно, да. А что 13-го? Это наш чудесный фестиваль, я его очень люблю, он тоже связан с именем великого русского художника. Я потому и задала вопрос об этом. Да, «Чистый Репин». «Чистый Репин», да. Это экологический фестиваль, который тоже нас всегда поддерживает, и второй год, как мы этот фестиваль проводим тоже на двух берегах, и в нашем Самарском музее, здесь на улице Куйбышева и в Ширяево, и собирается молодежь, это всевозможные инсталляции, это скульптуры, это мастер-классы, это еще и разговор о самом важном, наверное, как сохранить эту экологию, эти дивные места, которые могли пленять и пленяют и сейчас художников. Очень актуально. Потому что вы знаете, что, да, сейчас новый председатель Союза художников, Дмитрий Юрьевич Манкров, он проводит еще и ежегодные пленеры, которые тоже собирают художников, уже современников. Для нас важно, чтобы это место сохранилось в том самом виде или было близко к тому, какое когда-то увидел самый величайший русский живописец. Ал, наверное, будете там вспоминать и нашего земляка, поэта Александра Ширяевца? Будем. Обязательно будем, потому что 15 мая, сто лет, как нет с нами Александра Ширяевца и этот ближайший друг Есенина. И в моем окружении знают, что я всегда люблю читать и Есенина, и Ширяевца, и считаю, что мы просто обязаны воскрешать имя этого потрясающего человека, который бесконечно любил свою малую родину. Прочитаю. Прочитайте, конечно. Моё любимое стихотворение, как только я называю имя Александра Ширяевца, не могу сдержаться. 1917 год. За Русью, молодицы, бегут два паренька. Ну что же, озорница, кому твоя рука? Не я ли ражей бравый с червонцами мошна? Пойдём со мной направо, и будешь только нежна. Не слушайся, буржуи, уж ли я не по душе. Налево докажу я, быть счастью в шалаше. Несутся в перегонку за белые руки хвать. Она смеётся звонко. Уж не пора ли бы отстать? Скажу я вам без гнева. Я путь без вас найду. Ни вправо, ни влево. Я с вами не пойду. Наш земляк. Как будто сегодня написал. 1917 год. Как будто сегодня. Даже думаю, что у нас свой путь. Я пользуюсь случаем, тоже прочту. Это известное стихотворение, которое Александр Ширяевцев как раз посвятил Ширяеву. Вмежду горье залегло в жигулях моё село. Рядом Волга. Плещет, льнёт, пробывалое поёт. Супротив царёв курган. Память сделал царь Иван. А кругом простор такой. Глянешь, Станешь сам не свой. Всё б на тот простор глядел. Вместе с Волгой Песни пел. Ну вот гостям вашего праздника предоставится такая возможность любоваться этими просторами и песни петь. Ну, лет большой. Какие ещё планы задуманы вами наверняка? Наверное, самое сложное, что нас ожидает уже, я могу сказать, с сегодняшнего дня. Мы закрываем мраморный зал на реставрационные работы. Он уже давно нуждался в том, чтобы мы принимали такие амбициозные проекты. Его нужно привести, конечно, в порядок. Вот. Это, наверное, основная задача, которая сейчас стоит перед нами, поскольку у нас будут выставки в залах лекторий, в залах коллекционер. Это будут художники наши, местные. Но до конца года мы должны довести до ума вот эту историю, когда будет специальный климат. И уже потом, конечно, есть мечты. И, конечно, хочется собрать репина. Конечно, очень хочется показать кустодиевы. И я думаю, что у нас все впереди. Сейчас, я думаю, самая главная задача нам заняться научной работой. Потому что, вы знаете, музей не только делает выставки, он выпускает каталоги. И я считаю, что мы уже должны издать каталог нашего собрания. Потом у нас, конечно, не прекращаются наши мастер-классы, лекции. Мне очень нравится наша Зоя Кобзева, с которой мы дружим. Вот ее лектория. Он во дворе, под сенью наших листров. Очень колоритный ваш дом. Обязательно, да, приходите. Это искусство в моде, мода в искусстве, еще шире. Зоя Михайловна, в общем-то, доктор исторических наук. Вот она всегда с нами. И кроме нее, будут приезжать еще, также читать лекции и по Каслинскому литью. И много нас ожидает встреч. Но пока, я хочу сказать, что пока идет вот эта подготовка к четвертому, пятому. Тринадцатого числа у нас фестиваль «Чистый репинг». И, конечно, те задумки, о которых я так вот вам немножко рассказала, нас ждут в конце этого года, в начале следующего. Алла, вот вы когда встречаетесь, ну, в частности, и в Ширяево, и когда готовите свои выставки, и контактируете с коллегами, наверное, вот в эти моменты общения как раз и рождаются ваши идеи по поводу следующих экспозиций, да? Конечно. Это же обычно так происходит? Ну, вообще, я очень люблю, например, сейчас музейные маршруты, когда мы встречаемся. И там музейный сувенир я совсем скоро отправляюсь защищать наши проекты, которые сейчас уже масштабируются. Вот проект «Искусство есть», когда в рестораны были введены блюда, посвященные нашей коллекции, сейчас вот этот проект «Искусство есть» будет сделан в Калининграде по нашему образу и подобию. Сейчас также переделываются вагоны фирменного поезда «Жигули». Мы начинали с этого, а сейчас на железной дороге многие уже музеи, там, Саранск, идут по нашему пути. Первый вагон сделали мы с нашей железной дорогой и как раз с сыной Владимировной, моей большой подругой, когда вагон мы назвали «Жигули в авангарде». И он завоевал очень много наград, а затем был вагон Константин Павловича Головкина, где каждое купе раскрывало грани этого невероятного человека, патриота. И в Общественной палате Российской Федерации мы с сыной Владимировной спина к спине сражались с Росатомом, с Сбербанком и победили. Самую большую награду, серебряный лучник в области фиара, мы привезли в Самарский областной художественный музей. Я думаю, не последняя награда. Мы запускаем линейку одежды, сейчас завязанную на наших коллекциях. И вот наши платки по авангарду, они получили самый лучший сувенирный продукт в музейном маршруте. Теперь очень хочется подержать в руках ваш новый каталог, который пока еще в задумке, в разработке, скажем. Но я уже знаю просто, потому что вы задумали, оно обязательно, обязательно должно реализоваться. Алла, я этого от души желаю не только вам и вашему коллективу художественного музея, а всем нам, потому что для нас, ну для кого вы это все делаете? Вы же делаете это для нас, и для самарцев, и для гостей Самары, и вообще для всех, да? Да. Пусть все задуманное вами реализуется. Пусть наш музей звучит, пусть звучит Самара, наша гостеприимная, наша такая прекрасная. И чтобы мы радовались и приходили в музей. Потом со своими внуками, потом приходили правнуки, потому что у нас самая лучшая коллекция, лучшие люди работают в нашем музее. И мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Мы вас любим, мы вами гордимся. Очень долго могла бы еще с вами разговаривать, к сожалению, вот так незаметно время программы подошло к концу. Благодарю за беседу, благодарю, что были сегодня с нами. Еще раз удачи, до встречи. Я на этом с вами прощаюсь. Напомню, сегодня гостью в студии была директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова. На этом у меня все. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok